Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 18 июня, если я не ошибаюсь, вторник. У нас продолжаются работы по воздвижению, по постройке нашей новой крыши. Сегодня еще и о ней поговорим. Расскажу, почему мы выбрали андулин, какая у нас техника строительства, так скажем, почему именно такая. Может быть, кому-то это пригодится. А сейчас хочу пройти к своей клумбе с лилиями. Я вот здесь вот взяла вот эти вот картинки тех лилий, которые Лешик покупал в Леруа Мерлен, которые я сажала. И поговорим, что же выросло. Вчера я выпустила видео коротенькое шоц, когда расцвела моя первая красавица лилия. Но, по-моему, не соответствует то, что выросло картинки. Или я попутала, когда сажала. В общем, порассуждаем с вами и подумаем, что же у меня выросло. Мне просто интересно ваше знать мнение, как вы думаете, что это за сорт. Будем иногда слышать этот стук. Ну, работа есть работа. Сейчас около восьми утра. Я уже как-то говорила, что мы стараемся работать в восемь утра. Я купила, кстати, вот такой вот градусник. Алло, это я. Очень довольна. Двести рублей, друзья. Здесь, видите, основа деревянная и циферки нарисованы. Ну, в общем, краска. И этот градусник не выгорит. Ну, во-первых, я нашла здесь такое место, когда солнце сюда вообще никогда не попадает. Там у нас шпулька позирует. Красавица наша. Вот. Ну, сейчас вот 22 градуса на градуснике. Итак, вот она, красавица. Причем, это точно не Патрисия Брайт. И это ароматная лилия. Я очень рада, что или попутали в магазине. Ну, не в магазине, а кто поставляет. Поставщик перепутал луковицы. Но у нее очень тонкий, очень приятный аромат. Знаете, как дорогие духи. Еле уловимый, ненавязчивый такой. Ой, ну, просто красавица. Я вот сейчас разложу. Вот, смотрите, я как сажала, вот эта лилия, по идее, должна погибнуть. Но это точно не она. Видите, здесь совершенно другие вот этих вот ярко выраженных полос у нее нет. Значит, это не она. По идее, вот эта лилия у меня не выжила. Дальше вот идет, по идее, должна быть она. Вот вчера я говорила, лилия азиатская. Танго Патрисия Брайт. Но это, это точно не она. Но это совершенно разные лилии. И у этой лилии Патрисия Брайт нет запаха. Моя лилия, которая распустилась запахом. Дальше идут те лилии, которые мы еще не знаем, какие они распустятся. Вот такая, вот такая, вот такая. И мне кажется, на мой взгляд, хотя тоже, ну, не знаю. Ну, нет, но это не она. Это тоже не она. Я думала, что это вот центрфолт. Но это тоже не она. Хотя похоже. Но здесь вот рыжие тычинки. У этой лилии, видите, коричневые тычинки. И здесь вот как будто кто-то присыпал пудрой у нее. А здесь четкие полосочки. Вот по фото вроде бы-то как похоже. Но опять же не она. Вот. И потом вот эта, которая крайняя, получается, она сейчас без бутонов. Лилия Гибрид Олимпик Флейм. Вот. Так что, скорее всего, скорее всего, это, ну, как бы, не та лилия. Которая была в луковице. Вот. Ну, если честно сказать, я даже рада эта лилия с запахом. Ну, посмотрим дальше, какие лилии расцветут. Вот. И уже потом опять будем сравнивать с картинками. Может быть, здесь вообще другие лилии будут. Так что, вот такие дела. Ну, а теперь давайте поговорим о крыше. Были вопросы по поводу нашей крыси. Был вопрос. А что же вы, я так поняла, что вы прям на старую крышу делали обрешетку, не снимая старую крысу. Да, друзья, мы делали обрешетку сразу на старую крышу. Объясню, почему. Во-первых, изначально была проверена Лешиком стропильная система. Это обязательно нужно сделать. Лешик лазил на чердак. Смотрел, в каком состоянии находится стропильная система. И она у нас в идеальном состоянии. Поэтому было принято решение не снимать, можно сказать, хорошую крышу. Единственное, что она имела неприглядный вид. Ее нужно было красить. Ну, металл старый, но хороший, толстый еще. И вот это вот нас подвигло обновить крышу. А так, в принципе, она несет свои качества. То есть она не протекает, она толстая. Единственное, что иногда при сильных ветрах я слышала, как гуляет металл. Прям гук-гук. Вот эти вот звуки. Конечно же, сейчас их нет. И мы решили по старой крыше сделать обрешетку. И покрыть андулином. Во-первых, Лешик лазил на чердак и вымерял расстояние между стропилами. Делал схему, вот так как мы рисуем схему наших узоров крючком или спицами. Лешик делал себе схему. То есть он вымерял, сколько там стропильных систем, как они идут и какое между ними расстояние. Чтобы вертикальные первые вот эти прожилки обрешетки попасть именно не куда-нибудь в молоко, в пустоту. А именно в стропилы. И по схеме потом вот эти первые стропилы вертикальные. Сейчас вы видите горизонтальные, но там же идут вертикальные. Были выполнены по схеме, чтобы попасть в стропильную систему. Чтобы крыша была крепкой. Это было, конечно, сложно. Была, стояла жара просто неимоверная. И на чердаке, наверное, градусов 60 тоже было. Потому что крыша металлическая, естественно, там парилка. Но Лешик вылез оттуда со схемой. И потом уже начинал работать именно по этой схеме. Сейчас крыша не греется. И с такой крышей вам не нужен будет кондиционер. Вот на улице стояла жара дикая. Но даже вот при обрешетке крыша прекратила нагреваться. То есть дерево не так греется, как металл. И у нас в доме стало прохладно. И зимой, я думаю, что будет намного теплее. То есть одним ударом мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, у нас будет бесшумная крыша. Потому что андулен это бесшумный материал. И она еще будет таким образом утеплена. Потому что идет обрешетка. Между обрешеткой воздушная подушка получается. И потом идет андулен. И это своего рода и утепление крыши в зиму. И прохлада летом. Я бы сказала так. Поэтому, кто собирается перекрывать крышу вот так вот, как мы, проверьте вашу стропильную систему, в каком она состоянии. Чтобы она выдержала нагрузку и обрешетки, и того кровельного материала, который вы выберете. Ну а теперь, почему же мы выбрали андулен. Был, была, как бы, возможность купить металлическую крышу. Вот, я сейчас вот покажу. Вот, там стоит дом. У нас сосед тоже перекрывал крышу в том году. Но он переделывал полностью крышу. То есть там вообще даже форма крыши другая. Естественно, там все по-другому. Там нет двойной обрешетки. Там полностью переделывалась крыша. И мы уже даже звонили туда, узнавали, сколько стоит. Во-первых, друзья, поднять металлический профиль наверх, это, если из металла, это тяжело. Вырезать тоже тяжело. Там нужно покупать специальные, как-то называются ножницы специальные, которые режут этот металл. Это еще дополнительные расходы. Сам металл дороже андулина. Тяжелее. Это два. И сейчас металл такого качества. Вот они делали балкон. Мне кажется, его даже можно просто рукой пробить. Очень тоненький-тоненький. Я не знаю, сколько прослужит андулин. Потому что, ну, говорят, 15-20 лет. Дальше он дает там течь, дырки, то же самое. Я много читала отзывов про него, но все же остановились на нем. Почему? Во-первых, это дешевый материал. Мы покупали по 608 рублей лист. Сейчас я даже видела акцию 537 рублей. Там на два цвета в Леруа и Мерлен была акция. Как раз наш шоколадный цвет и красный цвет. Он четырех видов бывает. Там зеленый еще и серый. Вот. Еще дешевле был. Это ушло у нас 56 тысяч на андулин. Вот. Если бы мы покупали металл, ушло бы намного больше денег. И это сложный монтаж. И вырезать сложнее, и поднять сложнее. Это два. И три. Это еще большая нагрузка на ваши стропила. Если делать крышу из металла или металлочерепицу. Вот как у соседей. Вот. Но металлочерепица это еще дороже. И от металлочерепицы. Поскольку у нас вальмовая крыша. Вот. Четырехскатная. Не двухскатная. А четырехскатная. Это называется вальмовая крыша. То от металлочерепицы. Да и от того же металлопрофиля. Очень много отходов. Это 30%. Вы точно выбросите на выброс. Идет. Потому что вот эти скосы. И они никуда не идут. С андулином, друзья, у нас отходов практически нет. Вот даже вот такие вот. Вы видите кусочек. Вот здесь вот лежит. Вот даже вот такие вот кусочки. Иногда пригождаются. Где-то там на углах. Внизу или вверху. Это все идет в ход. Вот я вам сейчас покажу. Какие кусочки. Что у нас осталось. От андулина. Мы уже покрыли две части крыши. Вот. Вот такие кусочки. Вот такие тонюсенькие ленточки. Вот это все, что у нас остается от андулина. То есть практически без остатка. Так скажем. Это очень-очень хорошо. Вот покрыта уже вот эта часть крыши. Та часть крыши маленькая. И осталось две части большие. Которые нужно сделать. Смотрится очень-очень красиво. Смотрите. Думик заиграл. У нас два козла. Один козел вот этот стационарный. Потому что здесь вот разность высот. Видите. Здесь одна нога у козла короче. Вторая длиннее. Потому что здесь вот зона отдыха. И мы его не трогали. Мы его как собрали. Он здесь стоял. А вот этот козел. Он разбирается. Собирается. Переносится. В общем. Он такой мобильный. Несколько раз приходится разобрать. Собрать. То есть сделали там. Разобрали. Перетащили сюда. Здесь сделаем. Разобрали. Перетащили во двор. И вот останется нам еще один раз разобрать. Перенести вот туда. Но здесь мы перебрасываем через забор. И все. На этом все. Вот так вот выглядит. Сейчас наш домик. Так что я вам вкратце рассказала. Почему мы выбрали андулин. Во-первых. Если даже он прохудится там через 10-15 лет. Нам это не страшно. У нас там двойная крыша. У нас течи не будет. Вот еще в чем преимущество. Вот этой двойной обрешетки. Не снимая старую крышу. Вы работаете спокойно. То есть вам не страшны дожди. Вы работаете. Закончили там на каком-то этапе. Пошли отдыхать. И вы не переживаете, что у вас потечет с потолка. К сожалению. Вот сосед в том году делал крышу. И естественно он ее полностью убирал. Пошли дожди. Все протекло. Теперь нужно делать ремонт еще в доме. А вот с двойной обрешеткой. Такой проблемы нет. Так что преимущество андулина, конечно же, есть. И это очень легкий материал. Очень легкий. 5 килограмм весит лист. Я спокойно подаю Лешику наверх этот лист. Чтобы ему лишний раз не слезать. И все быстро-быстро делается. Легко. Режется пилой. Не надо покупать... Забыла как называется. Леша, как называется пила, которая в металл резет? Сейчас Лешик ответит. Не надо покупать эту пилу. Она тоже около... То ли 8, то ли 10 тысяч стоит. Да. Что по себестоимости? Если брать вообще все-все-все, то есть коньки для андулин, сам андулин. Как называется пила, которая режет металл? Которую мы хотели покупать, когда металлом хотели крыть. Просечная. Просечная пила, вот. Это она для того, чтобы после прорезки металла, металл не ржавел. Вот она там как-то так это режет. Просечная пила. Ну вот, слава Богу, мы не купили. Потому что мне приятельница, подружка, Мариночка Миссан, подсказала про андулин. Я почему-то думала, что андулин это не листы. А знаете, такие вот бляшки маленькие, как черепица. И мне это не нравилось, как выглядит. В общем, отмела я эту идею. А потом подсказали. Я рассмотрела, смотрю обычные листы, похожие на шифер. Это красиво очень смотрится. В общем, остановились на андулине и пока не жалеем. И еще андулин, он, конечно же, выгорает на солнце. Цвет такой шоколадный не будет. Он немножко посветлеет. И его можно потом так же красить. И я вот думаю, что именно на андулин резиновая краска, ну, со временем, если вдруг выцветится в 7 лет через 10, она спокойно ложится. Да даже если через 20 лет придется поменять этот андулин, то это легко уже будет сделать, потому что вот такая замечательная обрешетка готова. То есть на вот эту обрешетку у нас ушло 2 недели. На покрытие уже непосредственно андулином уйдет где-то, ну, неделя. То есть это быстро. Это очень-очень быстро делается, режется и монтируется. Так что вот мои мысли по поводу андулина и почему мы его выбрали. Цена, качество, если в двух словах. И легкость монтажа и легкость самого материала. Вот, вот так вот выглядит наша крыша. Так, ну, а крыша я вам рассказала. А здесь у меня откуда-то взялась и помейка. Видите, вот она красавица. Вместе вот с этим тонколистным пионом воронец растет и помейка. Ну, и помейка это однолетник. Она не будет мешать вот этому пиончику. И я для нее уже, друзья, сделала вот такую опору. Видите, не выбрасывайте старые ржавые трубы. Вот это две трубы, которые мы выкопали со двора. Это был, я так поняла, летний водопровод. Лешик их перепилил. И я вот здесь вот вкопала, ну, сделала вот такие вот из джута перекладинки. И теперь и помейка будет у меня здесь плестись. И еще одна и помейка, наверное, вот с гладиолуса, с ирисом. Вот один ирис у меня не выжил, погиб. Вот, вот она, видите, каким-то образом, видимо, была семечка в земле. И, причем, это я покупала на Вайлберис. Вот эти вот ирисы, ирис бородатый, там какие-то названия есть. А вот это, ну, в одном магазине. Это тоже на Вайлберис покупала пиончик, уже в другом магазине. И там была ипомея. Моя ипомея, которую я выращивала, вся погибла. Потому что у нас в мае были морозы, она стояла на террасе, там не хватало ей, ну, света. В общем, погибла. Но, все-таки, я, видите, осталась ипомея. Вот она будет расти. А вот это вот, друзья, лезет шиповник. Так, если вы помните, я здесь удаляла шиповник, здесь рос при покупке дома. И вот он до сих пор иногда пробивается. Живучие растения. Ой, какие же красивые бархатцы. Ведь сажала уже в конце мая. Посмотрите, какие красавцы вырастут. Вообще обалдеть. А это гвоздика. Так. В общем, сегодня, завтра у нас осталось 4 дня, наверное, чтобы весь дом был перекрыт, в общем, перекрыт новым материалом. Через, думаю, дня 4 мы уже будем с новой крысой. Вот сегодня, завтра, это вот эта большая часть. Потом перебросим козел на ту сторону, и там еще 2 дня останется зашить. И все, у нас будет новая крыша. Позавчера я уже здесь подвязала огурчики. Они цветут. И там уже есть маленькие огурчики. Вот видите, это через недельку, наверное, мы уже будем кушать огурцы. Очень хорошо пошли они расти. Уже вон усик пустил. Вот. Посмотрите, какие хорошие кустики. Он цветет, и вон уже маленькие огурчики есть. Прямо меня радуют они. Потом я вот это уберу. Не убираю сейчас. Уже я их не укрываю, но не убираю, потому что боюсь вдруг град накрыть, чтобы сохранить как-то. Поэтому не убираю. У нас идут дождики, причем такие хорошие. Смотрите, как поднялись растишки. Уже завязываются помидорчики. Я уже видела здесь где-то. Вон они. Вон он помидорчик. Это вот фифти, который с пимпочкой. Помидорчики и вон навязались. Перчик тоже пошел расти. Прямо очень хорошо поднялся. Был такой заморожь. И все. И вот смотрите, друзья. Вот здесь очень много солнца попадает. Я вот так вот даже прикрываю в обед. Вот здесь вот, чтобы не полила перец. И вот посмотрите. Два кустика. Вот говорят, перец любит солнце. Нет, обильное солнце перец тоже не любит. Перец любит умеренное солнце и большую влажность. И вот два кустика, они поменьше. Смотрите, какой перец там стоит. И который вот на солнце. Видите? Так что я сделала вывод, что перец не любит сильное, очень сильное солнце. Смотрите, как цветет картошечка. Прямо море зеленое. И вот эти помидорчики самосевные черри тоже уже цветут. Они будут до самых морозов будем кушать. Уже нет помидор, а вот эти помидоры есть. Здесь тоже все цветет. И да, вчера мы собирали клубнику. Уже я собрала около чистого веса. Вот просто уже в морозилке у меня около 15 килограмм клубники на мороженое. А может быть и больше. Дочечка вчера приходила, помогла мне собрать. Собрали 5 килограмм. Я имею в виду не просто клубнику, а уже то, что в морозилке. То есть с оторванными хвостиками, уже помытая. В общем, чистый-чистый вес. И до этого я собирала больше 10 килограмм, наверное, уже. Да, больше 15 килограмм клубники у меня уже на мороженое. Вот так вот смотрится крыша. Мне очень нравится. С коньками, когда коньки будут смонтированы. Красота. Дом вообще преображается. Дом совершенно по-другому смотрится. Смотрите, здесь все зелененько. Вот что значит дожди. Все зазеленело, ожило. Уже рожь пшеницы выкинула. Видите, колоски. Я хочу потом как-то можно засушить, залакировать. Сделать вот такие букеты из пшеницы, из ржи. И поставить в доме. Это очень хороший знак, когда стоят такие букеты. Ну, понятное дело, что хлеб всему голова. Поэтому очень хочется сделать сухие потом букетики из ржи и пшеницы. Прям заколосилось. Заколосилось. Вот. Ну, вот немножко с вами пообщалась. Рассказала, почему и зачем мы выбрали вот этот замечательный андулин. Андулина хватит. Может быть, даже еще несколько листиков останется. Я надеюсь, что хватит. Мы покупали 85 листов. На один лист нас обманули. Так и не привезли. Не довезли и не вернули деньги. Ну да ладно. Вот такой вот материал андулин. Это битум. Видите, здесь даже вот черточки сделаны, где прибивать гвозди. Прям очень хороший материал. Но, опять же, есть много подделок. Поэтому лучше покупать в проверенных каких-то гипермаркетах, типа Леруа Мерлен или Обе. Я не знаю, работают Обе сейчас или нет. У нас вроде бы родной. Наряд родного андулина 8 вольт. Но у нас смарт. Есть еще андулин, который больше размером. Но у нас вот такой андулин смарт. Цвет шоколад. Сегодня прохладненько. Лешеку очень комфортно работать. Вот видите, сейчас вот Леша пытается... Леша, он туда не идет, по-моему, да? Что-то думает. Здесь он будет закрываться кайком. Не, Леша, не надо. А, ты хочешь кусочек? Все, я поняла теперь, да. Да, так может. Да, под конек понятно. Так можно, если коньком закроется, то да. Вот это мы пытаемся сейчас использовать остатки. Хоть и вроде бы то я посчитала и все хватает. Ну, вот видите, без остатков. Вот этот лист, естественно, пойдет. Сейчас я выйду. Вот уже вот-вот зацветает. Прямо уже зацвела, наверное. Гортензия древовидная. У меня даже в этом году зацвела гортензия, которую я покупала. Сейчас я вам покажу, как смотрится крыша со стороны улицы. Ну, это вы уже видели. Это обрешетка. Хотя, мне даже в таком состоянии нравится наша крыша. Сейчас. Вот, две стороны уже готовы. Вот так вот смотрится андулиновая крыша. Вот. В том году мы делали водоотливы. И все в цвет, все хорошо. По-моему, отлично. По-моему, отлично. Если успеем, здесь еще нужно поставить один столб, чтобы я могла делать шпалеру. А со шпалерой, друзья, такая ситуация. Нету бруса. Вообще, разобрали все. Даже брус, из которого я делала шпалеры, там 5 на 2, 3 на 2. 3 на 2 еще остался. Но покупать 3 на 2, платить за доставку, а потом ехать опять за доставку, платить, покупать, когда появится брус 5 на 2, тоже как-то не хочется. Нету бруса, друзья. Не могу приступить. Вот я бы могла уже сюда делать шпалеру на вот этот забор, который я хочу немножко приподнять. Будет, ну, верхняя часть будет со шпалеры. Вот. И не могу приступить к работе, потому что мы не можем купить материала. Нету материала. Вот. С этой стороны тоже крыша смотрится. Так. По-моему, домик совершенно будет смотреться по-другому с новой крышей. Вот показываю вам гортензию Magic Sweet Summer. Она тоже меняет цвет. Она зацветает вот такими беленькими. Ну, она еще до конца не расцвела, но, скажем так, светлым цветом. А потом она меняет цвет до такого розового. И вот еще. Представляете? Вот не обманул продавец. Меня Алексей зовут. Правда, 700 рублей стоил этот кустик. Ну, я думаю, что это недорого для трехлетки. Вот я уже вижу ее цветы. Вот. Еще что я хочу сказать, друзья. Стала поливать гортензии. Вот когда делаю творог, остается сыворотка. И я прям ею по нескольку. Ну, вот все, что остается, делю и поливаю кустики. Гортензии пошли как на дрожжах. Они любят вот эту кислятину. И вот эта сыворотка как подкормка. Посмотрите, вот как пошла гортензия вечер и лето. Широколистная. Прям вообще такие листы. Вон они были какие. А вот после подкормки вот этой сывороткой, прям не разбавляя ничем, сразу под корень, по чуть-чуть лью вот эту сыворотку. Видите, что творится. Хоста пошла. В общем, они все поднялись. Пошел плести склематис. В общем, все потихонечку растет. Наращивает крону. Пьер Дрансарт. На следующий год, я думаю, что здесь будет красота красивая. А я, может быть, вот когда дня через... Ну, когда уже не будет здесь этого козла, я вот здесь скопаю землю. Может быть, другой земли сюда принесу. Потому что здесь не очень хорошая земля. И рассажу бархатцы. Они у меня вот там, возле стены соседской. Прям очень густо поселены. И прям требуют, чтобы их рассадили. Вон они. Видите? И вы мне писали, что они не боятся пересадки. И я их просто рассажу. И там тоже будет красота. Вот скажите мне, что вот это? Это сорняк какой-то? А я думала, что это у меня какой-то цветок взошел. Походу, какой-то сорняк. Надо вырвать, да? Фигня какая-то. Что это такое вообще? Я думала, это у меня астра какая-то. А это нет вообще. Сорняк. Я здесь сеяла. Думала, какой-то цветочек. Напишите мне, что это такое. Вообще не знаю, что это. Ой, ладно, друзья. Уже, наверное, там видео затянулось. Надо заканчивать. Закончу опять вот этой красотой. Но аромат у нее просто великолепный. Но опять же, напишите мне, что это за лилия. Походу, ее вообще нет из тех картинок, которые мы с вами рассматривали. И у нее есть запах. Это значит не гибрид. Просто очень приятный запах. И меня это радует. Ладно, мои хорошие. На этой красоте буду заканчивать свое видео. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.